Всем привет! Это новости на Азда ТВ. Таджикистанцев задержали после конфликта с полицейскими на московском рынке садовод. Выходцы из Центральной Азии оказались в центре конфликта с полицейскими у рынка садовод в Москве. Как сообщили в МВД, водитель такси при проверке документов попытался скрыться от полицейского и протащил его на машине. После этого он вышел из автомобиля и несколько раз ударил сотрудника полиции. По словам очевидцев, полиция якобы применила к таксисту электрошокер. После этого к силойкам подошла группа агрессивно настроенных граждан из более чем 80 человек и порезала колесо служебного автомобиля. Мужчины стали угрожать полицейским и толкать их. В итоге суд принял решение выдворить из России 22 участника конфликта, еще 51 участник драки отправился под административный арест. В отношении еще одного уроженца Таджикистана возбуждены уголовные дела за применение силы и оскорбления в отношении полицейских. Глава ГКНБ Кыргызстана опроверг слухи о конфликте с президентом Садыром Жапаровым. Руководитель Госкомитета национальной безопасности Камчубек Ташиев впервые прокомментировал слухи о разногласиях с президентом Садыром Жапаровым. Он заявил, что несколько дней болел и поэтому не смог посетить Второй народный Курултай. Ташиев повторил слова Жапарова о том, что между ними не может быть никакого конфликта и назвал его своим другом. «Наш президент был избран сроком на 6 лет, согласно старой конституции, а согласно новой конституции он имеет право быть переизбран на второй срок в 5 лет. Поэтому я надеюсь, что мы все поддержим Садыра Нургажоевича и мы сможем прослужить народу», – заявил Ташиев. Ташиев возглавил ГКМБ после прихода к власти Жапарова в 2020 году в результате Октябрьской революции. Рэперов из Таджикистана и Кыргызстана задержали после оскорбления во время батла. Следственный комитет возбудил уголовные дела об экстремизме в отношении рэперов Шарафгана Шарипова и Ислама Закирова. 17-летний уроженец Кыргызстана Закиров стал известен после оскорбления во время рэп-батла. «Эй, *** по беременной русской! Это превентивный удар!» «А потом гасить его втроем! Это что за причесон? Я не могу понять! Ты вроде не собирался стрелять, у меня сигарета, но я уже не против снять с тебя скальп! Не выкупил панч! Ничего страшного! В нашей паре ты отвечаешь за анекдоты!» После этого Закиров был задержан полицией, а МВД опубликовало видео с его извинениями. «В настоящий момент в Москве где проживаете? По разным хостелам, определенного места жительства нет. За что задержаны, знаете? Да, 26 ноября на своем рэп-батле я публично оскорбил русскую нацию. Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами». «Шарипов во время рэп-баттла зачитал панчлайн, где заявил, что хотел снять со своего оппонента скальп за необычную прическу. Эти высказывания посчитали отсылкой к инциденту, произошедшему в июле 2023 года в Электростале. Тогда неизвестные сняли скальп с 19-летнего парня из-за зеленого иракеза. Площадка BRP Battle, которая организовала баттл для рэперов, объявила о приостановке деятельности. Власти Кыргызстана в 21-й раз отказались зарегистрировать партию «Алга Казахстан». Министерство юстиции Казахстана вновь отказалось зарегистрировать партию оппозиционера Марата Желамбаева «Алга Казахстан». Этот отказ стал 21-м по счету за полтора года. Чиновники сослались на статью закона о политических партиях без указания конкретного пункта, который был нарушен. Партию утверждают, что у «Алга Казахстан» есть видеоподтверждение от 1510 человек, входящих в инициативную группу. При этом по закону для регистрации партии достаточно 700 подписей. Часть активистов незарегистрированной партии пришла к департаментам юстиции в городах Казахстана, чтобы подтвердить свое участие в составе инициативной группы. Они также потребовали освободить лидера партии Марата Желамбаева. Всемирно известного марафонца и оппозиционера в конце ноября осудили на 7 лет по двум экстремистским статьям. Это все новости на сегодня. Увидимся на просторах интернета.